Меня зовут Надя Парфан, я из Киева, из Украины. Я приехала в Москву читать лекции на проекте «Кухня». Моя лекция называлась «Гендер и постколониальность в украинском кинематографе». Я кураторка, я занимаюсь кураторством кинопроектов, кинофестивалей, кинопоказов и разных событий в сфере независимой культуры. Я также режиссер-документалист, я сняла один фильм «Экзар» про православного священника Гея и снимаю несколько новых проектов сейчас. Почему я рассказывала о такой теме? Потому что для меня лично она очень важная, поскольку я занимаюсь кино, как субъект съемки я снимаю кино, и как зритель, и как куратор я много смотрю кино, я организовываю кино, и мне кажется, кино важнейшим из искусств. Я согласна с Лениным, но у него были свои пропагандистские цели, а я просто так воспринимаю культурный контекст, что кино играет в нем очень важную роль, потому что это демократичный медиум, он доступный разным людям. Современное искусство или академическая музыка – это что-то узконаправленное, недоступно всем. Кино, оно очень буквальное, и оно говорит с совершенно разными людьми эффективно. Поэтому, мне кажется, важно говорить о этих вещах на материале кино и в контексте кино. Что я хочу пожелать российским феминисткам по итогам нашего сегодняшнего разговора? Я хочу пожелать им быть сильными, не идентифицироваться с травмой, не быть жертвами, и помнить, что мы всегда все, в том числе феминистки, женщины, женщины с опытом насилия, женщины с опытом дискриминации, мы все являемся одновременно субъектами и объектами насилия. Мы угнетаемые и угнетаемые. И я хочу пожелать нам всем об этом помнить, особенно помнить об этой части, что у нас всегда есть сила, которую мы можем применять, и мы можем угнетать других. И мы, конечно, мы все это делаем когда-то, чуть-чуть больше. Вот об этом надо помнить, и эту силу можно использовать для того, чтобы помогать слабым, делиться с теми, у кого их нет. И всегда найдутся люди, которые слабее вас. Вот их надо поддерживать.